И сразу же после новостей встречаем в студии нашего постоянного эксперта Олеся Галебнова, аудитор, заместитель директора по налогам. Олеся, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Олеся. И, Коля, на прошлой неделе мы говорили о разных льготах, что мы можем получить. Сейчас расскажите, к чему мы, точнее, пришли, что подорожало и что нам ждать на сегодняшний день. На текущей ситуации. Буквально несколько моментов хочу рассказать, потому что нужно знать не только, как увеличить приток финансов, но и как... Есть такие возможности, да? Ну да, конечно. Нужно еще понимать, как не переплатить. Это тоже очень важно. И как раз вот на этом слайде указана такая... Я назвала ситуацию неожиданный поворот. Ожидали снижения банковских комиссий от нашего Сбербанка, потому что приняли закон, который защищает пользователей карт, так называемый закон о банковском роуминге. И ожидали как раз, что комиссий, в принципе, не будет. А банковский роуминг – это как раз эксклюзив от Сбербанка, когда между регионами... Взывалась комиссия. Да, там карты выпущены в разных регионах и переводах в рамках одного банка, но в разных регионах у нас была комиссия. Один процент, по-моему, есть. Да. Но это всегда вызывало огромное удивление и негатив, конечно, как так один банк, разные регионы, у нас одна страна... Зато так можно было определить, карта привязана к какому? К своему региону, либо к чужому? Ну, есть СД-плюсы, конечно, но сомнительный плюс. Сомнительное, сомнительное преимущество для плательщика. И вот этот закон, который вступает в силу в июне, должен был вот это упразднить, потому что это реально эксклюзив, ни в одном банке такого нет. Везде переводы... Какие молодцы Сбербанк, да? Придумают же эксклюзив. Вот молодцы, да. Но они также молодцы, они нашли выход из ситуации, молодцы, для сохранения своей прибыли. И у нас выросли, то есть, вернее, возникли комиссии за переводы, которые существуют независимо от того, в одном регионе или в разных, при суммарном переводе на сумму свыше 50 тысяч рублей. И почему об этом говорю, вот вообще, надеюсь, может, уже кто-то об этом знает. Ну, я, допустим, случайно узнала по факту, то есть, когда случился перевод. Я знаю, что много людей точно так же, никаких официальных... Заявлений, да? Нет, оповещений в Сбербанке в Лае не было. Допустим, на сайте, меня вот почему удивило, на сайте я готовилась, ну, вот эту тему две недели назад подняла, две недели назад на сайте была старая информация о тарифах только по роумингу вот этому. Больше ничего не было, хотя уже со 2 апреля работает на Дальнем Востоке, это все у нас в Красносибири работает с 23 апреля, эта система. Понимаете, это вообще... Ну, кто это затронет? Ну, так вот, обычные люди могут слушать и думать, ну, я по 50 тысяч, конечно, прямо скажем, редко перевожу кому-то. Или это коснется и представителей малого бизнеса? Конечно, у нас кто-то под отчет через людей отправляет по переводам, то есть, вот как раз такие люди очень хорошо на себе это почувствуют. Есть люди, которые, в принципе, рассчитываются карты, то есть, здесь же не только перевод, здесь оплата услуг, оплата услуг какая-то с карты через мобильное приложение. То есть, если ты что-то покупаешь, то... Ну, переводы. Не покупки, а переводы. Понял. И вот это вот очень такая ситуация интересная, при том, что Сбербанк однозначно пользуется своим монопольным положением. По данным ФАС, 94% рынка, а не за Сбербанком. То есть, а я сумму указала на слайде, это триллионы рублей переводов в год. То есть, суммы, на самом деле, баснословные. Ну, то есть, даже когда берут... А сколько берут процентов? Один? Один процент сейчас будет при сумме свыше 50 тысяч. Но вы понимаете, что... То есть, до 50% больше не будет? Нет, не будет, да. Независимо от региона. Конечно, сейчас Сбербанк уже обновил информацию на сайте, на своем о тарифах. Подается это как благо великое. Теперь у нас нет комиссий. Как бы раньше были, теперь их нет. Но каждому нужно планировать свои действия. Ну, еще банк нам предлагает, что... А не хотите платить комиссию? А можете купить подписку, так называемую. То есть, они придумали подписки на 1, 3 и 12 месяцев. Стоимость от 99 до 1600 рублей. То есть, если за год, то 1600. То есть, гениально. А как это попадает, с точки зрения законодательства? Все в подписке, да, сейчас переходят, начиная от кинофильмов, теперь же заканчивая банковскими услугами. Запретов нет. Олеся, вот да. Но это же понятно, что это хитрость. Конечно, конечно. Просто закон будет сейчас соблюден на роуминге, потому что между регионами запретили комиссию, как бы между отделениями ее не будет. Никто не запрещает установление комиссии на переводы. Просто все банки как-то лояльно относятся к своим клиентам и, в принципе, не устанавливают их внутри банка. Да, надо бороться за клиентом, да. А здесь монопольное реальное положение, вот именно по этой сфере услуг, как бы, и, соответственно, вот позволяют себе такие вещи. А антимонопольщики могут проверить и найти в этом какое-то нарушение? Нет, это в рамках рынка. Это выбор сейчас каждого клиента. Вот почему эту тему надо поднимать, чтобы задумались сейчас вот с учетом дефицита у каждой семьи средств. Тут просто не время по традиции продолжать пользоваться одними и теми же услугами, одним и тем же приложением, как бы не привыкли к этому. Можно рассмотреть другие предложения, потому что вот это очень важно. Нужно обратиться в другие банки, потому что сейчас практически в любом крупном банке есть мобильные приложения. И многие из них занимают даже по различным оценкам первые места по функциональности, по удобству. Ну, я назову там Тинькофф банк, он очень часто первые позиции в рейтингах занимает Альфа-банк где-то тоже рядом. То есть это очень удобно. И при этом, смотрите, можно следующий слайд включить. Что удобно? Почему можно сейчас именно начинать думать о других банках, даже если у большинства людей, там, у ваших знакомых, будет Сбербанк с учетом того, что у нас внедрена система быстрых платежей в России, и уже более 50 банков к ней подключились, очень выгодно и абсолютно бесплатно с перевода до 100 тысяч уже между даже банками. То, что всегда было платно, то есть это минимум 1-2% составляло, сейчас бесплатно до 100 тысяч. А некоторые банки вообще комиссию брали. Вот и может, это временная, конечно, мера, но тем не менее, поэтому... А из другого банка в Сбербанк, например, переводить там как? Вот из другого банка в Сбербанк будет вам бесплатно, если он подключен. Ну, допустим, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Вот я перечень указала на слайде, просто примеры. Их вообще более 50. Они, это будет бесплатно абсолютно до 100 тысяч, то есть опять-таки любые переводы. Если даже кредит в другом банке вы можете перевести на свой счет. Причем, что удобно, это по номеру телефона. Вы выбираете даже свой номер телефона, вам система выдает все счета в банках, даже если их несколько, вы выбираете нужный банк и отправляете. И практически мгновенное зачисление. И вот опять-таки Сбербанк не торопится подключаться к этой системе. Хотя вообще был дата Чея 1 октября 2019 года, все должны были подключиться, все подключились, кто надо было, кроме Сбербанка. Пока вот он там что-то тестирует, какое-то поэтапное подключение. Слушайте, ну, Олес, в начале нашей встречи все владельцы Картсбербанка немножко так напряглись, а сейчас, смотрите, выдохнули, выдохнули, потому что есть альтернативы, есть выходы воспользоваться услугами других банков. Продолжаем разговор на тему финансов. Поговорили мы про самые разнообразные приложения, про подорожание стоимости банковских услуг. Олеся, что у нас дальше? Дальше у нас на повестке дня НДФЛ. НДФЛ. Да, это новелла в законе, которая введена в марте. Помимо, одновременно со всеми льготами нас уведомили о том, что будет теперь облагаться наш доход по процентным вкладам, а также НДФЛ. То есть до сих пор он не облагался у нас. А для чего это сделано? Ну, это сделано, это нормальная практика мировая, потому что это тоже доход, который подлежит налогообложению, просто вот по каким-то причинам до сих пор он у нас не облагался. И вот сейчас вот это упущение интервизуется, но есть определенный нюанс. Тоже надо понимать, платить только с 2021 года. То есть доход, который получен в 2020 году по депозитам, он не будет облагаться. То есть это 2021 год, и при этом заплатить надо будет в 2022, естественно. Ну, то есть пока можно еще спать спокойно. Да, это можно ничего не предпринимать. Ну и во-вторых, очень много заблуждений, что это на сумму дохода, на сумму вклада свыше миллиона. То есть озвучивается это примерно так, а по сути не совсем это так. То есть миллион – это всего лишь базовая величина вклада, исходя из которой считается необлагаемый доход. То есть нам государство дает возможность не платить налог с дохода. Ну, вот, допустим, в 2020 году сейчас это будет 60 тысяч рублей. То есть это к миллиону применены 6% ключевой ставки, и вот доход 60 тысяч не облагается. И вот миллион фигурирует именно здесь. То есть не помогут никакие действия по переводу вкладов по разным банкам. То есть нет здесь такого, как в страховании, что мы миллион 400 держим, и все. То есть я много уже слышала таких версий, что надо переводить, переводить, убирать. Не надо переводить. Храните деньги в трехлитровой банке, как раньше советовали. Дело да, не в налоге. Нет, если вы будете хранить в банке, вы вообще не получите доход. Я говорю, в трехлитровой банке. Я про эту банку и говорю. Зато вы про одну банку говорите. Зато никто и не будет знать. Мы про одну банку с вами абсолютно, но тут вообще не будет доход, будет минус на инфляцию. Здесь, конечно, у нас проценты небольшие, но хотя бы хоть что-то будет. А так, получается, вообще никаких не будет. Но варианты сейчас все сопряжены с уплатой либо НДФЛ, либо это будут какие-то уже профессиональные, если вы ККП, доходы выплачиваем и ККП по другим ставкам. Поэтому тут стратегия другая. Где больше доход, туда деньги вкладывать. Ни в коем случае не пытаться их делить только из-за того, что сумма меньше миллиона. Ну вот вообще никакого смысла нет. Не поможет, потому что все складывается. И еще нюанс. В налоговое сама посчитает вам этот налог. Какой сервис, правда? Да, это просто прекрасно. Банки передадут информацию о ваших доходах, выплаченных в этом году, то есть, допустим, 21-х. Обращаю внимание, что очень важные условия выплаченных. То есть то, что фактически вам перечислили на счет. И, соответственно, уже с этой суммы налоговое посчитает и уведывает вас из самих налогов. Очень удобно. Ждите письмо счастья. Очень удобно, да. Что у нас за табличка здесь? Я хочу показать, как считается этот налог, чтобы вот как раз было понятно, ну, такие нюансовые вещи. Смотрите, я взяла три банка. Опять для иллюстрации той ситуации, когда у нас несколько депозитов в разных банках. И у нас будут учитываться все вклады и доход по всем вкладам. Итак, у нас в первом банке депозит полмиллиона. Ну, один миллион и в третьем один миллион. Рассмотрим условия. Ну, сейчас у нас ключевая ставка 6% не может быть выше процент по депозитам, только по старым. Ну, вот у кого сохранились, могут быть, конечно, получше условия. Поставим 5-5-4,5 условно. И смотрите, очень важная дата. Это дата, когда выплачиваются проценты. То есть это вот в дальнейшем инструменты для оптимизации. Вот 21-й год, 30-е ноября 21-го года и 1-е февраля 22-го года я взяла. Хотя депозиты все у нас в 2021-м году действуют и проценты вам где-то капают. И смотрите, проценты начисленные что-то я... 25 тысяч, да, по-моему? Я не ошибаюсь. 25 тысяч рублей у нас, получается, будет. В банке во втором 30-го ноября вам выплатят 50 тысяч рублей. Что с ситуацией в третьем банке? Выплата в 2022-м году предстоит. поэтому из расчета за 21-й год можно его исключить. То есть он не будет участвовать. То есть у нас получается только налогооблагаемая база это у нас 75 тысяч рублей. Вот они идут. 75 тысяч рублей. И какой процент? 13. 13 процентов отдаем. И налог у нас будет 75 минус 60 я вам озвучила. Это нам государство не дает возможность не платить. И умножить на 13 процентов. Вот наш налог. Совсем маленький. Он небольшой. Да, он совершенно небольшой. Не стоит отказываться от этих процентов из-за того, что не платить налог. Не стоит укладывать в банки в трехлитровые, там, в поле чудес и так далее. Нужно пользоваться. Но нужно понимать, что здесь есть возможность оптимизации. Она заключается не в том, что разделить по банкам, а нужно условия депозита регулировать. То есть можно положить деньги на несколько месяцев дольше, чтобы выплата процентов пришла на следующий год. А чем это поможет? Все равно же проценты выплатят. 60 тысяч не облагаемые. Смотрите, можно сделать так, что вообще попасть, что вас будет, вы попадете в эти 60 тысяч. То есть если у вас все даты будут не в 21 году, а один будет депозит на 22, то вот эти могут вообще попасть в 60 тысяч и можно вообще не платить налог. Либо меньше платить, соответственно. Это мы говорим о тех, у кого небольшие суммы лежат на депозите. Ну, это вот, это суммы, видите, какие это, порядка 500, миллиона, миллиона, то есть это, ну, для кого-то очень большие, для кого-то небольшие. Ну, я имею в виду, что это не десятки миллионов, там другая история. Десятки миллионов, это сразу же вы платите 100%, пользуетесь вот этим вот вычетом, так называемым, необлагаемой суммы налога и все как бы. А есть ли законная возможность снизить сумму налога, вот если, допустим, там какие-то большие суммы, о которых мы только что заговорили, есть ли какая-то законная возможность? Для сильно больших сумм, повторяюсь, уже не будет вариантов, но вот для таких ситуаций, вот эта ситуация, когда вы переходите, переносите дату депозита на следующий год, это как раз и есть законный способ оптимизации. Вы просто регулируете договорные условия с банком, планируете свои проценты, которые будут вам поступать, и переносите их на следующий год. И все, можно так делать, получается, ежегодно. Это вот такой единственный вариант, который, в принципе, абсолютно законный, но почему бы им не воспользоваться? Ну что ж, вроде все понятно. Есть еще что-то, что мы должны спросить по поводу НДФЛ? Да, наши зарплатные проекты, там, где у нас 1% будет дохода, в принципе, на всех картах 1% на таких мероприятиях, не учитывается при исчислении вот этого налога. Это тоже, то есть ставки, если 1% не попадают эти доходы в налогообложение. То есть это очень важно. Ну, конечно, немного, но приятно. Немного, но приятно, да, вот главное, что мы вынесли из этого рассказа. Спасибо большое, Олеся Галебнова, сегодня у нас была, как всегда, с полезной финансовой информацией. Продолжаем нашу программу.